Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня у нас в гостях известный футуролог и прочее-прочее Сергей Анатольевич Сибиряков. Добрый вечер, Сергей Анатольевич. Добрый, добрый. Эта тема сегодня очень модная, она у всех на слуху, потому что идет очень много процессов, связанных как раз и с становлением новых финансовых инструментов, финансовой системы. То есть это то, что называется криптовалютой. И то, что буквально перед Новым годом произошло с лидером и с тем, кто вообще ввел это понятие той командой, которая стоит за биткоином. То есть когда показали просто колоссальный взлет, и всем стало понятно, что это уже действительно не просто какая-то вещь, не просто пустая пирамида, а это действительно очень серьезное явление. Интерес к этому растет, приходит большее количество участников. Но основной показатель именно того, что происходит, это рост самой капитализации самого рынка. И он взлетал уже до 700 миллиардов долларов, потом падал до 300. То есть это уже огромное количество людей, поэтому там работают свои законы. Вот это взлет и падение, это сейчас именно с остановлением валюты. Но самое главное, эта технология показала, что она существует, и это очень важное само по себе уже такое математическое понятие. Потому что когда блокчейн вошел, никто не понимал, что это такое, и когда называли, что это современные цифровые технологии, что это современная технология защиты, потому что само понятие криптовалюты имеется в виду защищенная валюта. Но крипт это шифр. Это шифр, это шифрование. То есть криптография этой науки уже там не одна сотня лет. Поэтому, когда говорят криптовалюта, это имеется в виду, что она защищенная. И по сути дела, когда блокчейн, об этом мало кто задумывается, и все ставят криптовалюта, и блокчейн это равенство. Как синонимы. Как синоним. А это абсолютно неправильный подход, потому что блокчейн это именно математическое, это система программирования. Это определенное выстраивание блоков, которое позволяет выполнять определенные функции. И защита криптовалюты это как раз одна из функций. И следующий вопрос, который я бы там, так сказать, не то чтобы предвосхитил, а то, что вы сейчас говорите, это Скайвей. И почему, зачем, очень много задают вопросов. Какое отношение Скайвей имеет к блокчейну. Имеет к блокчейну, да. И в этом плане как раз и все пытаются увязать. И мы, так как мы первые, кто запускаем и объясняем сегодня, Михаил, то мы говорим, что не криптовалюта идет к Скайвею, а именно основная та часть крипто направления, которое связано с защитой информации. Потому что система Скайвея сама, то есть именно уже как сеть адресных проектов, как сеть трасс, увязанная в единую систему, она подразумевает огромное количество передачи информации. Ведь технологически вы же должны понимать, что когда движется подвижной состав, ну там любой юнибус, юнибайк, юнилет, то есть все, что движется по путевой структуре, сопровождается огромным количеством снимаемой информации. И здесь как раз вопрос о том, что именно защита самой передачи информации именно с помощью блоков и технологий блокчейн, это как раз и для Скайвея важная вещь, что защитить всю информацию, которая передается именно для технических нужд Скайвея. А это огромное количество информации. И та сеть, которая сегодня информационная создается, это четкое сейчас понимание, что без современных цифровых технологий, которые являются блокчейн, это сделать невозможно. Поэтому ответ здесь простой, что Скайвея использует все самые передовые наработки, которые есть во всех отраслях, и в том числе сегодня в системе программирования, передачи и защиты информации, технологии с применением блокчейн, они самые на сегодняшний момент. И они, как я понимаю, будут являться составной частью автоматизированной системы управления? Конечно, конечно. То есть автоматизированная система, это более широкое понятие, это все, что связано и с управлением, и непосредственно с носителями передачи информации. А блокчейн — это то, что сегодня, можно сказать, передовые методы программирования, которые позволяют сегодня это осуществить. Так все-таки делаем мы свою криптовалюту или нет? Сегодня у нас, как у тех, кто выстраивает именно сеть Транснет с использованием технологии Скайвея, то есть уже сеть адресных проектов, которые увязываются между собой, то нам более необходим универсальный свой расчетный инструмент, который идет внутри Транснета. И поэтому больше сказать, что мы сегодня запускаем свой унифицированный расчетный инструмент, который позволяет выполнять операции внутри Транснета. Это и расчетные инструменты, то есть то, что присуще валюты, но это и учетный инструмент, который позволяет, допустим, оценить проезд или оценить перевозку единицы груза на один километр или одного пассажира. Более правильно сказать, что мы создаем сейчас для нужд Транснета, то есть именно сети адресных проектов, свой расчетный инструмент. Мы довольно-таки долго уже работаем над созданием этой системы. Сейчас она находится в стадии тестирования. То есть основные узлы, элементы, они сегодня созданы. И сейчас идет именно внутренняя работа, то есть расчеты и шлифовка. И самое главное, это связь с внешним миром. Потому что для того, чтобы расчетный инструмент работал, чтобы он был универсальный, он еще должен и иметь механизм, как в него можно войти из внешнего мира, то есть с любой валютой, с любой криптовалютой, с любым расчетным инструментом. И, соответственно, как из него выйти. И сразу могу сказать, что то, что мы делаем, аналогов не имеет. Потому что, первое, мы привязываем реально расчетный инструмент к реальным экономическим проектам, которые завязаны на передовую инновационную транспортную технологию. То есть мы сегодня фактически оцифровываем те проекты, которые будут запускаться в сети Транснет. То есть, другими словами, мы создаем сейчас расчетный и учетный инструмент для той экономики, которая будет создаваться, а не та, которая сегодня существует. И так как это привязано на реальную экономику, а я думаю, что у наших партнеров, там, те, кто следит за проектом Skyway, сегодня нет ни у кого сомнений, что технология Skyway существует, и она востребована. И как следующий шаг мы говорим, что именно на этот инструмент мы накладываем сейчас уже свой расчетный, учетный инструмент. Отчасти его, наверное, можно называть нашей внутренней валютой. Хотя я еще раз повторюсь, что это неправильное название, и точнее, неполное его название.